Здравствуйте, братья и сестры! Среди святых, множества святых, существующих в святцах, есть имя святого, которое известно всем. Это Иоанн Златоуст. Его имя вспоминается церковью чуть ли не каждый день, потому что каждый день служится литургия, и в основном это литургия Иоанна Златоустова. У него есть несколько праздников особых. Мы празднуем его в конце ноября, потом празднуем его среди трёх святых с Василием и Григорием вместе, и празднуем также его в день воздвижения жертвящего креста. То есть много раз Златоуст вспоминается церковью. Я сегодня хотел бы поделиться с вами мыслями, содержащимися в молитве, обращенной к Иоанну Златоусту. На молебных пениях в дни памяти его есть такая молитва, обращенная к этому святому, некая просьба о ходатайстве, и там есть такая важнейшая мысль, как по мне. Вот послушайте. Во-первых, там вспоминается тот факт, что святой Иоанн Златоуст является учителем для всех. Для юношей он является примером целомудрия, потому что юность – это время борьбы с плотью и с бешенством страстей. Для зрелых мужей он пример твёрдости и постоянства. Для стариков он пример благодушия и терпения. Его изгнание, его смерть в изгнании – это пример такой великой крепости. Для монашествующих он пример воздержания и постных трудов. Это любитель пустыни, это постник, это аскет в высоком смысле. Для тех, кто любит молитву, Златоуста – вождь молитвы. Он был чрезвычайно молитвным человеком и провёл в молитве всю свою жизнь, и учит нас этому буквально, поскольку мы и литургию совершаем его словами, и много молитв перед причастием вечерних, утренних он нам написал и он нам оставил. Кто ищет мудрости, то для него Златоуст – это учитель мудрости, ибо он высокий философ. Это любящий думать человек, это человек, знающий античность, любящий писание хорошо. Это мудрец, мудрец на епископской кафедре. Для тех, кто ищет красивого слога, риторства – это непревзойдённый источник красоты слога и благозвучной проповеди Евангелия. Что бы ты ни искал, получается, что ты найдёшь это у Златоуста. Ищешь терпение, ищешь целомудрие, ищешь дружбы, ищешь милосердие, ищешь любой добродетели, ищешь правильное отношение к жизни или к смерти, бесстрашие, верности. Всё найдёшь в этом человеке. Он сумел стать всем для всех. И возглавить церковь, в неком смысле, как Моисей возглавил народ, идущий через пустыню, и вести людей ко всему доброму. И имя его вспоминается со сладостью. Сладкое имя Златоуста в устах всех верующих. Это первая мысль молитвы. Там перечисляются дары святого Иоанна. И с удивлением констатируется факт, что он сумел быть всем для всех, как Павел, и сумел всех звать за собою, кем бы человек ни был. Вторая мысль говорит о следующем, что мы же, каждый из нас, получили тоже свой дар. Каждый свой дар. Поскольку нет в мире бесталанных, бездарных людей. Но все свойства нашего характера, какие-то особенности наши, они все подарены нам. Если кто-нибудь тих и усидчив, это ему дар. Если кто-нибудь моторен, как бы непоседлив и энергичен, как Суворов, холеричен, это ему дар. Тоже для чего-то нужно. Если кто-нибудь обладает хорошей памятью, или музыкальным слухом, или каким-то особо чутким сердцем сострадательным, или храбростью такой, широтой сердца и души, физической силой, ну чем угодно. Все это некие дары, которые Бог неравномерно раскидал по миру, зная, кому что дать, и как бы указывая человеку на способ жизни благодаря тому дару, который Он подарил каждому из нас. И вот каждый из нас получил некий дар, говорится, дали в этой молитве, для того, чтобы мы были скреплены союзом мира, в единении Духа, и служили каждый друг другу тем даром, который получили. Но, к сожалению, каждый из нас свой дар обратил себе в похвалу и желает более хвалиться этим даром, нежели служить им. Дары ближнего считают для себя обидой и предметом зависти. И вместо того, чтобы служить друг другу, мы превращаем свою жизнь в ад на земле, потому что, не имея любви, мы печалим друг друга теми дарами, собственно, а не греем, которые получили. Вот интересная мысль какая. И там дальше заканчивается молитва, просьба к Златоусту, чтобы он, вот смог же он, имея всё, никого не обидеть. Ну, кроме отъявленных грехолюбцев, которые терпеть его ненавидели, а не слово Иоанн Златоуст для них было, как быку раскалённый металл на коже. Сумел же он служить всем, не желать чужого, быть отцом для сироты, глазом для слепого, ногой для хромых. Научи и нас, говорится в этой молитве Иоанне, служить людям тем даром, который мы имеем, чужое не восхищать, чужому не завидовать и беречь единение Духа в союзе мира. Это очень важно, братья и сестры, чрезвычайно важная мысль. В одной еврейской притче говорится, что в раю у праведников двухметровые вилки. Поймите эту мысль. Это то же самое, что говорится в притче, сказанной Макарием Великим. То есть, если представить себе рай в виде роскошно накрытого стола, а праведника в виде людей, пирующих за этим столом, то у них двухметровые вилки, они сами себя кормить не могут. То есть, накалывая этой громадной вилкой что-то, могут поднести её только лишь к рту чужого, другого человека, к чужому рту. То есть, они должны кормить друг друга. Это им не в тягости. Примерно то же самое говорил и Макарий Великий, когда объяснял таинство Царства Небесного в виде братолюбия, в виде этих праведных, вернее, добрых коллег, каждый из которых изуродован по-своему, или ручки короткие у него, или шея на бок, и он себя кормить не может, но он кормит рядом стоящего, рядом стоящий кормит его, и они в мире насыщаются трапезой, любя друг друга, не завидуя, никому не мешая. И наоборот, ад – это накрытый стол со злыми коллегами, которые психуют, нервничают, мешают друг другу, сами себя накормить не могут, и превращают жизнь в какое-то безобразие. Это очень важно понять, что ты не сам в мире живёшь, что ты должен жить для других, должен переживать о других, должен служить, а не принимать служение, более служить, нежели принимать служение, и в этом искать для себя полноты, и красоты, и мира, и счастья. И к этому зовёт на златоуст, и лишний раз через эту молитву церковь нам об этом напоминает. Сам Христос сошёл с небес не для того, чтобы Ему служили, для того, чтобы самому послужить, причём служение совершить особенное, не только ведь ходить и проповедовать, или прикосновением исцелять, или другие. Это же служение, главное служение – это крест. Смерть на кресте – это главная форма служения Христа. Человеческому роду добровольная, невинная, позорная, тяжёлая смерть с предваряющими пытками и воскресение из мёртвых – это главный род служения Христа человеческому роду. То есть послужить нужно каждому, и в этом найти для себя полноту и радость. Я напомню много раз повторенное, что природа Палестины напоминает нам о том, что нужно давать более, нежели брать. Или, по крайней мере, давать и брать в неких пропорциях одинаковых. И Ордан втекает в Генесарецкое озеро и вытекает из неё, впадает в Мёртвое море. И вот в Генесарецком озере, которое принимает иорданскую воду и отдаёт, полно жизни, полно великих рыб, красивые, заросшие тропической растительностью берега. Высокие трёхметровые по временам волны поднимаются и пенятся чистой хрустальной водой. Чудно, но красота. Райские места. Генесарецкое озеро – это буквально райское место. В него втекает иордан и вытекает. То есть оно берёт и отдаёт. Мёртвое море принимает в себя пресный иордан, никуда, ничего никому не отдаёт. И там даже водоросли нет. Там нет ни одного моллюска, там нет ни одного головастика, нет ни одной улитки. И не будет никогда. То есть вода настолько пропитана солью, тяжёлой, мёртвой солью, садомскими этими солями, на дне скопившимися, что не растёт там ничего и не вырастет никогда. Вот образ давать и брать, значит, жить, брать и не давать, значит, умереть. У праведников в раю двухметровые вилки. И нужно узнать, какой дар ты имеешь в себе. Любая добрая черта вашего характера, любая отличительная черта вашей личности, такая неповторимая черта, которая не тиражирована, которая именно ваша, это некий призыв. Некий призыв потрудиться именно этим, потрудиться для окружающих. Ваша профессия – это способ служения. Это способ зарабатывать денег, безусловно. Способ содержания семьи, безусловно. Но это также способ служения. Вообще жизнь – это синоним служения. И кто не поймёт этого, тот всю жизнь будет несчастным, потому что счастливым человеку, так уж он усознан человек, что он может быть счастливым, только ощущать полноту жизни, может, только лишь отдавая и служа, будучи полезным, бескорыстно. Но тогда приходит всё остальное. А иначе всё это, значит, любые богатства могут запреть, сгнить и залежаться на складе нашей души, если мы будем только сносить туда, ни с кем не делясь, никому ничего не жертвуя. Так что дай Бог, чтобы мы вот вслед за златоустом старались всему научиться. И главное, что служили друг другу, не превращая наше достоинство в способ для того, чтобы поссориться. Ангелы, хранители, братья и сестры, всего доброго. До скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»!